Добрый вечер! Это программа «Власть» в студии Виктории Наклескина. Сегодня в гостях у программы депутат Угненского городского собрания и врач, я обязательно это подчеркну, Константин Валентинович Пахоменко. Добрый вечер! Добрый вечер, Виктория! Добрый вечер, уважаемые жители города Угненск! Я подчеркнула то, что вы врач, потому что сегодня мы только о здоровье. Ну, если наши телезрители позвонят нам в студию, телефон студии, я напоминаю, 44-33-2, и зададут свои вопросы, помимо этого будем отвечать. Будем обязательно. Звоните нам, пожалуйста, принимайте участие в нашей беседе, также задавайте и готовьте свои вопросы. Интерактивный вопрос. Уделяете ли вы внимание здоровому образу жизни? Обязательно обратите на это внимание как в жизни, так и на нашем экране. Константин Валентинович, сегодня мы с вами, как я уже сказала, говорим о здоровом образе жизни. Давайте начнем, наверное, с вами говорить о программе, которую условно можно назвать «Угненск – здоровый город». Это мероприятие по профилактике социально значимых заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. В городе реализуется администрация города Угненска уже, ну, скажем так, много лет. Десять. Да. Десять – это уже много. Это уже много, да. В чем смысл этой программы, какие мероприятия проводятся? Вы знаете, да, я чуть-чуть в историю ударюсь, потому что вообще-то есть теперь уже чем гордиться. Я потом позже объясню, почему. В 2007 году были реализованы первые мероприятия по здоровому образу жизни. Были заложены небольшие деньги, там, бюджет, которые показали свою эффективность, потому что многие частные медицинские центры и население откликнулось на вот тот посыл, который был сделан. Поэтому вот эти мероприятия в виде программы муниципальной, просто мероприятия, они сохранились всего в течение 10 лет. Мы проводим различные, значит, в основном средствах массовой информации, программы, передачи, статьи, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Они, значит, профилактируют социально значимые заболевания, они предупреждают критическое поведение, они, значит, говорят о вреде алкоголя, табака, там, разных новых штучек, типа, там, кальянов и так далее. Наверное, многие телезрители видели и читали это в газетах, и не раз выступали по телевидению, и в программе «Здоровый город», и в программе «Власти». И, в частности, не только я, одним из реализаторов является Зиновьер Допьян-Жигуров, наверное, всем тоже известный депутат и врач. Который тоже бывал в нашей студии. Такие, как «Наспроект здоровья», «Модернизация здравоохранения» и так далее. Все-таки, вот в 2017 году, через 10 лет после того, как мы начали реализовывать эту программу, появился национальный приоритетный проект, который называется «Формирование здорового образа жизни населения Российской Федерации». Это документ, который утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию в 2017 году. И основные направления, которые декларируются в этом документе, это разработка дополнительных мер, направленных на снижение потребления табачных и алкогольной продукции, разработка реализации компании с участием в производстве продуктов питания по информированию граждан о здоровом питании, разработка проведения масштабных информационно-коммуникационных кампаний по формированию здорового, сберегающего поведение, включая сохранение репродуктивного здоровья, разработка реализации предоставления грантов за счет федерального бюджета, небюджетных источников, некоммерческих и других общественных организаций. В общем, по сути, все, чем мы занимались. Чем уже занимались 10 лет. Да, 10 лет в городе области. То есть, по сути говоря, не нужно было придумывать снова велосипед, нужно было просто работать дальше, совершенствуя то, что уже есть. Да, вот я о чем, мы все время говорили о том, что вот те проекты, которые, национальный проект здоровья, там, модернизация здравоохранения, да, они важны, нужны были. Да, ну, мы всегда говорили, что более эффективно, это, конечно, формирование именно здорового образа жизни, а не закупка, значит, оборудования, которое теперь уже устарело, да, она уже, как бы, уже устарела, вот, уже говорят, у нас в больницах там ничего нету. А вот по здоровому образу жизни, те люди, которые начали здоровый образ жизни, я таки в городе Обнинске знаю очень много, вот они сейчас живут здоровые. У них было 10 лет. У них было 10 лет до того, как не обращаться в больницу, не использовать технику, которую закупали. Понимаете, хотя это не всегда правильно, не всегда. Вот, потому что есть обратные примеры, я знаю людей, которые занимаются здоровым образом жизни, значит, но вот болезнь их настигает, болезнь их настигает, поэтому к здоровому образу жизни, конечно, еще и профилактические медицинские осмотры, они обязательны, потому что, как показала у нас же программа по здоровому образу жизни, особенно программа женское здоровье, которую мы реализовывали, программа мужское здоровье, Дни открытых дверей, которые реализуют медицинский радиологический научный центр имени Анатолия Федоровича Циба, все-таки выявление на ранних стадиях заболеваний приводит к их излечению, даже онкологических. Поэтому здоровый образ жизни и профилактические обследования. Профилактические обследования, ну, в принципе, здоровый образ жизни, те передачи и вот те публикации, которые мы освещаем, они тоже в основном направлены на то, чтобы население привлечь, в том числе профилактическим осмотром, в том числе, чтобы предотвратить рисковое поведение, там, употребление алкоголя, ну, в общем, все это комплекс. И, в общем-то, легче предотвратить заболевание, чем, конечно, его лечить. Вот мы произносим фразу «здоровый образ жизни». Как вы сформулируете, вот, наверное, для вас, что это значит «здоровый образ жизни»? Ну, здоровый образ жизни — это, я бы сказал, это активный, подвижный образ жизни с исключением вредных привычек, особенно табака, да, там, наркотических употреблений веществ, ну, профилактика, так сказать, и по возможности минимальное потребление алкоголя, да, вот, я не сторонник спорта, не сторонник спорта, потому что спорт, вот, такой большой спорт, это, в общем-то, тоже не всегда полезно для организма, мы знаем много спортсменов, которые, в общем-то, потеряли свое здоровье на большом спорте, на физкультура, движение — это самое основное. Недаром сейчас и вот очень много в стране уделяется не такому спорту высоких достижений, а именно спартакиадам, спартакиады проводятся, вот, сейчас очень много, например, в Калуге, это и сдача норм ГТО, это и спартакиада, вот, между медицинскими учреждениями, профсоюзной спартакиадами, между муниципальными образованиями, даже между администрациями, там, муниципальных образований, вот, где участвуют и наши администрации, и наш глава, ЛСА Фалет Шапша, он тоже активный участник этой, так сказать, это движение, движение, да, вот, я даже больше скажу, мы тут встречались перед отчетом главы администрации с Анатолием Дмитриевичем Артамоновым, с нашим губернатором, ему задал вопрос, вот, вы как думаете, что вы думаете по здоровому образу жизни, вот, национальный проект здоровья, может, что-то нам тоже нужно принять на областном уровне, вот, какую-то там, какую-то программу, очень много областей, кстати, принимает, вот, ну, он сказал, что он большой приверженец этого, так сказать, здорового образа жизни, и он сам занимается, очень много ходит и плавает, вот, поэтому, ну, самое основное, конечно, пример людей, которые на виду, вот, если они пропагандируют здоровье, если на них, посмотрев, хочется, там, так сказать, вместе с ними заняться, там, активным образом жизни, то это, это правильно, это самая, наверное, лучшая, так сказать, лучшая пропаганда, здоровый образ жизни, да. Как вы считаете, Обнинск здоровый город? Я считаю, что Обнинск... В разных смыслах можно рассматривать, да. В разных смыслах здоровый город, он здоровый, потому что есть очень много спортивных сооружений, таких, которые недоступны в других городах, Ложерольная трасса, это стадион Олимп, это ледовый дворец там в Олимпе, и два бассейна, и, в общем, и дворец спорта, и, наверное, столько спортивных сооружений, которые у нас в городе есть, и порой они где-то и бесплатные есть секции, где-то и платные есть, и стадион, труд, да, и наша футбольная команда, которая вышла в этом году в первую лигу, да, заняв первое место во второй лиге, это, ну, и наши спортсмены ведущие, ведущие, олимпийские, которые завоевывают и на Олимпиадах награды, и на чемпионатах мира, вот, это что касается спорта, да, вот, в том числе есть у нас и площадки, которые общедоступны, да, вот, например, на Плазе там площадка, где можно, в общем, заниматься, тренажер стоит минимальный, и, вот, благоустройство дворов, где тоже, так сказать, и тренажеры ставятся, и футбольные площадки, баскетбольные сооружаются, да, в рамках... Которые зимой превращаются в катки. Да, в рамках, ну, иногда не превращаются, к сожалению, но это уже все зависит от самих жителей, если жители захотят, они могут превратить вообще и свой двор, и то, что во дворе есть, во что угодно, начиная от катка и кончая, там, я не знаю, там, борцовым залом, вот, ведь там, как они назывались раньше, да, на Масленице, кулачные бои, что нет, тоже не отменял, тоже здоровый образ жизни. Да, тоже здоровый образ жизни, в разумных пределах жизни. Разумных, все в разумных пределах. Вообще здоровый образ жизни, вот вы правильно подметили, это все в разумных пределах, вот, что основное в здоровом образе жизни. Так и запишем в конце программы «Все мы». Да, все в разумных пределах. За исключением, конечно, крайностей наркотики, о которых мы говорили недавно в программе «Здоровый образ жизни». Я считаю, что никотин и курение – это тоже крайние вещи. Это рискованные поведения, где пытаются заработать лишнюю порцию адреналина, прыгая с крыши с зонтиком. Вот это да, это все крайности. А вот все остальное, то, что вы меру, это все здорово. Это все здорово-здорово. Если возвращаться к программе, участвуют ли в разработке программы городские предприятия, жители, представители каких-то ветвей власти и еще? Обязательно. Каким вот образом это происходит? Да, у нас есть целая рабочая группа при администрации города, куда входят очень многие руководители предприятий, медицинские предприятия. И, в общем-то, с популяризацией этой программы мы выступали на Совете директоров, где получили большую поддержку. Вы знаете, у нас есть такая организация Совет директоров, куда входят директора основных ведущих предприятий и учреждений нашего города. Вот, много участвуют медицинские организации, которые, в общем-то, на волонтерских, скажем так, сейчас же год волонтера, да? Да. На волонтерских началах, скажем так, красивое слово, на волонтерских началах участвуют вот в этих мероприятиях, в этой программе. Вот, ну, могу привести даже, в частности, вот, медицинский радиологический научный центр. Уже четвертый год проводит Дни открытых дверей, где можно вообще обследоваться с ног до головы. Ну, если каждый, ну, целый год следить за теми Днями открытых дверей, которые проходят там, вот, можно полностью обследовать весь организм свой, да? Вот, этой же КТ, лимфатической системой, кожа там, в общем, ну, и вот, так как я являюсь там одним из, как бы… Не будем скромничать. Нет. Реализаторов этих Дни открытых дверей, вот, я могу сказать, что вот 5200 человек было за 4 года. Прошло через Дни открытых дверей, да, получили диагностику на самом высоком уровне, вот, и также могу сказать, что, в общем-то, конечно, МРНС больше ищет онкологические заболевания, да? Ну, и, в общем, у нас в городе бытует такое мнение, что у нас вот не совсем благоприятная экологическая обстановка, что здесь вот первоатомная электростанция, здесь вот какие-то захоронения и так далее, что вот у нас вот заболеваемость высокая. Я вам скажу, что не совсем так. Вот 190 мы пациентов за 4 года из 5220 выявили, первичных. Это 5% всего от общего обследованного населения. Да, и если смотреть на фоне общей картины, например, в области или в России, как это выглядит? Это выглядит очень достойно. Я вам даже скажу, что вот два года назад мы проводили программу «Женское здоровье», где мы обследовали молочную железу, ну, это наиболее частые встречающиеся заболевания у женщин. И мы удивились сами, удивили тех организаторов, которые, в общем-то, фонд благотворительный, который проводил, потому что три города участвовало в разных городах. У этих трех там, ну, была серьезная заболеваемость, у нас было на уровне европейских стандартов 5 сотых на тысячу населения. Вот. Так что, ну, нельзя сказать, что мы уж живем совсем в экологически неблагоприятных условиях, и что у нас здесь, возможно, какой-то рост онкологических заболеваний, скорее всего, нет. Вот. Поэтому... Слежу, да, слежу я пока мы с вами за здоровый образ жизни, слежу за интерактивом. И удивительно мне, что... Я ждала других результатов. 35 человек сказали, что они уделяют внимание здоровому образу жизни, 31 нет. И вот так практически идет все время опроса где-то рядом. Ну, вот скажите, вот что вы сейчас на эту минуту думаете о результатах, ваше мнение? Я считаю, что это очень хороший результат, потому что, когда мы начинали в 2007 году, об этом вообще даже никто не задумывался. Нам приходилось доказывать на уровне Министерства здравоохранения, на уровне администрации города, о том, что это необходимо, это хорошо. Что это уж... Я не говорю про это, если власть придержащие не совсем понимали, то уж про население вообще, можно говорить, что и 10%, наверное, не слышало и не задумывалось об этом, потому что были другие в 2007-м задачи, да, в 2007-м году. И, в общем-то, и мы-то, так сказать, это все делали, потому что совсем не очень хорошо было со здравоохранением, не только в городе, но и вообще в стране, да, и мы считали, что лучше не болеть, чем лечиться, и нужно об этом людям рассказать. Вот, ну и в итоге, вот сейчас у нас оппонентов практически нет, все поддерживают, вот, и приоритетный проект «Здоровый образ жизни» на уровне президента, вот, и все понимают, ну, то, что 50 на 50, это уже очень хорошо. Это уже очень хорошо, потому что, вот, в приоритетном проекте, знаете, как там, до 25-го года, и к 25-му году должны быть достигнуты показатели 60% от уровня населения Российской Федерации, которые, значит, поддерживают здоровый образ жизни. То есть нам осталось совсем... 10. Немного. Нам осталось... Практически уже достигли, вот. Да, и если... Если брать во внимание, что кто-то просто смотрит, иногда так себе просто голосует, но до телефона не доходит, все-таки, конечно, было бы интересно, если бы позвонили все и сказали свое мнение. Да, нам бы было бы очень интересно. А есть ли такие опросы какие-то в городе, ну, чтобы была какая-то, ну, примерная статистика, конечно, точной статистики здесь не вывести? Да, точной статистики не вывести, но есть у нас передача по пропаганде здорового образа жизни, где ее ведет Гуровзина Ирда Пьяновича, и, наверное, многие ее видели, где актуальные вопросы здорового образа жизни на улице, да, происходит опрос. Ну, в общем-то, это идет съемочная группа и встречает совершенно посторонних людей и спрашивает, а как вы думаете, да, вот. Вы знаете, а потом врач уже, сидя за столом, да, там интервью берет Зиновий Рудопьянович, рассказывает, как правильно. Вот. И надо сказать, что довольно часто, практически полное совпадение людей, которые отвечают на улице, и той темы, которую рассказывает врач. То есть люди у нас очень образованные, вообще в город образованный, не зря город науки, и поэтому, если не придерживаются, но уж точно знают, как нужно делать, понимаете, что нужно делать, да, ну, а в конце концов, наверное, и будут придерживаться. Знаете, когда начинает придерживаться, я вам точно скажу. Когда же? Когда начинается что-нибудь болеть. Вот, когда что-то начинает болеть, тогда сразу начинает придерживаться. Вот, я работаю, да, врачом, и знаю, вот что-нибудь заболело, все, бросает. Курить, пить. Употребить, да, употреблять алкоголь. В общем, все бросает, все бросает тут же, и нету никаких там привычек, тяги, там, еще чего-то, о чем говорят, что вот там, да, что это заболевание, там, какая-то зависимость. Никакой зависимости нет. Все у нас вот здесь. Все от распущенности. В голове, да, от распущенности, от желания, от незнания, да, вы знаете, что вот, например, полчаса занятия физкультурой, спортом, вырабатывает столько же эндорфинов. Эндорфин, это, знаете, да, это внутренний гормон радости. В радости, да. Вот, столько же эндорфинов, сколько от куска торта, да, вот, поэтому, или там от 50 грамм алкоголя, который тоже воздействует. Но надо себе найти силы, да. Советую всем, да, силы надо найти, у меня самого не всегда хватает, я честно, честно признаюсь. Поэтому начинать здоровый образ жизни, конечно, легче всего, наверное, в детстве. Это нужно родителям найти силы для того, чтобы приучить своих детей, наверное, вот с этого начать, да, помладше, чтобы начиналось все. Вы знаете, в этом должны участвовать все. Не только родители, которые порой не хватает времени, но это должно начинаться с детского сада, со школы. Вот прям предвосхитили сегодня, так сказать, тему, которую я хотел затронуть. Сегодня я был на дне ПАП в детском саду, вот. У меня ребенок ходит в детский сад, и вот молодцы воспитатели придумали очень оригинальную, значит, систему поздравления, да. Не как обычно, там вышли, там стихи рассказали, там что-то еще, а устроили целые олимпийские игры с участием команд из детей и с участием команд родителей. Это было так здорово и зажигательно, прям вообще, и все участвовали, и все там болели, и болельщики были, видимо, и так далее. Вот с этого начинается, вот с этого начинается здоровый образ жизни. И если с детства вот детей приучать к тому, что вместо, да, рассказа стихов и сидения за столом нужно пойти в лес, пробежать на лыжах, там, или побегать, или в бассейне поплавать, да, на праздник. Вместе. На праздник вместе с родителями, естественно, то вот это самая лучшая пропаганда. Самая лучшая пропаганда, я вот и всех призываю этим заниматься, да, начиная с детей. Опять же, возвращаясь к программе, 2017 год, итоги которого мы все еще продолжаем подводить, вот каковы особенности были мероприятий, реализованных вами в этом ушедшем году? Вы знаете, да, в 2017 году нам удалось эту программу, расширить границы программы и вывезти ее за пределы нашего города. На самом деле получилось. Получилось это тем, что вот газета, которая печаталась с нашей публикацией, она была правовой курьер, это была Калужская областная газета. Кстати, очень большой отклик среди юристов получили вот эти наши статьи, которые пропагандировали здоровый образ жизни, рассказывали о заболеваниях, о профилактике, о методах профилактики и так далее. Они до сих пор к нам приходят, а дайте нам еще старые материалы, мы еще опубликуем. У нас много материалов, которые опубликованы на сайте, сайт называется «Омнис, здоровый город», «зош-омниск.ру». Можно его найти и посмотреть, там все, что мы сделали за 10 лет, там все выложено, начинают передачи, там роликов, там буклетов и так далее. У нас прошла передача с главным кардиологом Минздрава Григорием Чареватом, прошла передача с главным инфекционистом-эпидемиологом Еленой Алешиной, это руководитель Центра СПИД. Нам удалось, вот в конце концов, вопросы губернатору задать, понимаете, и опознать, что у нас здесь есть эта программа. Вот, и что нужно, конечно, расширять, и очень поддерживает, и вот с теми людьми, которые в Калуге смотрели, видели, они все в восторге от того, что вот здесь делается. Ну, я думаю, что ни у кого эти отрицательных эмоций, наверное, вызвать и не может, да, разговор о здоровье. А если говорить о здоровье на будущий год, то есть на наступивший уже, какие планы строите вы? Планы у нас рассказывать людям о том, как надо правильно жить, ну, с точки зрения, да, с точки зрения здорового образа жизни, с точки зрения медицины, да, вот продолжать расширять границы программы. Мы хотим, значит, взять интервью у наших олимпийских чемпионов, взять интервью у министра здравоохранения Калужской области. Дай бог получится, может, у губернатора на этом вопросе, так сказать, остановиться более подробно, выйти за рамки, поехать в Москву, рассказать о новых методах исследования. Есть уже частные центры, которые подключаются к вопросам обследования бесплатных для жителей России, это через ОМС. Они реализуют свои медицинские мероприятия через Фонд обязательного медицинского страхования, вот, например, как позитронно-эмиссионная томография, очень сейчас новые методы исследования, обнаружения онкологических заболеваний. Вот, мы хотим показать, какая вообще вот медицина есть, в том числе в Москве, она действительно есть. И есть прекрасная медицина, это, ну, не больница, а отели, да, и они уже доступны бесплатно в некоторых моментах. Я думаю, что они и дальше, и дальше будут интегрироваться. Про светительский момент, потому что не все знают, как работает полис ОМС. Вот, сталкивалась уже с такой проблемой, то есть не все знают, как он работает, где он работает, где он не работает. Полис ОМС работает везде. В рамках программы, государственной программы гарантии, это есть, на каждый год принимается такой закон, и в ней расписано все, что нужно делать бесплатно. Вот, в Калужской области своя территориальная программа принимается, которая может быть не меньше, чем государственная, но может включать какие-то дополнительные там возможности именно для жителей Калужской области. Но с полисом ОМС вас обязаны принять в любом учреждении Российской Федерации и оказать вам в рамках объема государственной программы госгарантий медицинскую помощь. Мы с вами добежали, можно сказать, до конца программы, к сожалению, вопросов осталось еще море. 51 человек на стороне здорового образа жизни, 46 сказали свое «нет» пока. Будем надеяться, что после нашей беседы мнение хотя бы нескольких человек изменится, а не перекочует другую колоночку. Ну, я еще раз повторюсь, мы практически уже 60% уже, приоритетный национальный проект уже практически выполнили. Да, теперь будем бороться за перевыполнение плана. Константин Валентинович, огромное вам спасибо за беседу. Приходите к нам еще. Обязательно приглашайте. И большое спасибо всем, кто был с нами эти 30 минут. До следующей встречи. А поздравить с праздником? Мы можем поздравить с праздником, если успеем, в несколько секунд. Знаете, уважаемые жители города Обнинска, призываю вас на праздники 3 дня не сидеть за столом, а заняться чем-нибудь активным, в лес сходить, на лыжах пробежать и так далее. Всего вам доброго и здоровья. И теперь до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok